Эти события произошли в глухих таежных дебрях Дальнего Востока, где по берегам рек обитает грозный уссурийский тигр. И благодаря этим рекам тигр и получил свое название. Одни называют его амурским тигром, а другие уссурийским. Спаривание амурских тигров не привязано к конкретному времени года, но обычно оно приходится на конец зимы. Для своего логова самка выбирает самое глухое и непролазное место, к которому невозможно скрытно подобраться ни одному таежному зверю. Обычно у тигрицы рождаются два или три малыша, а у героини нашего рассказа родился всего лишь один детеныш. Хоть это и бывает редко, но порой случается. Лето подходило к концу, но в лесной чаще было тепло и спокойно. Тигренок рос быстро, потому что мать кормила его одного, и все материнское внимание, ласка, забота, доставалось только ему. Мать временами куда-то исчезала, но всегда возвращалась своему сыну и, соскучившись, с удвоенной силой обласкивала языком свое полосатое чадо. Мирное, беззаботное и ничем не омрачаемое существование тигрины семьи продолжалось всю осень, и тигренку казалось, что так будет всегда. Пока мать была рядом, он играл с ней, но его все больше и больше завораживал и интересовал окружающий мир. В высокой траве леса он слушал шуршание мышей, провожал взглядом пролетающих насекомых и разных лесных пташек. Но что бы тигренок ни делал, и чем бы он не увлекался, тигрица-мама всегда зорко следила за ним. Но время шло, а вместе с ним и уходила осень. С деревьев давно слетели последние листья, и лес стал не таким густым и привлекательным. Вокруг стало намного светлее, но в то же время и намного холоднее. Приближалась зима. В этом году она приходила немного раньше обычного, но для тигрицы ничего необычного в этом не было. Шуба толстая и теплая. А тигренок, глядя на материнское спокойствие во время наступления холодов, тоже не обращал на это внимания и продолжал радоваться жизни рядом со своей грозной мамой. И вот в один из дней выпал первый снег, и в лесу сразу все изменилось. Мир удивлял своими переменами, а пока они происходили, малыш, хотя и был еще совсем мал, все же заметно подрос. Тигренок никогда не видел человека и не знал, что он существует. Он также не знал, что ниже по реке заканчивается лес, и что там расположилась небольшая деревушка, в которой живут люди. Почти все люди этой деревни были охотниками. Но местные прекрасно знали, что тигр – зверь очень редкий, и поэтому не трогали его. С большим уважением они относились к его силе и осторожности. Тигр тоже старался не встречаться с человеком, возможно, чуя в нем достойного противника. Тигрица частенько издали наблюдала за охотниками. У каждого из них на плече всегда висела какая-то железная палка, и он без боязни спокойно ходил по тайге. Да и не нужен был тигру человек. Странное он создание. Ходит на двух ногах, а в тайге его слышно за километр. А привычной дичи для тигра и без него хватало. На самом краю таежной деревушки, на Атшибе, стоял дом местного лесника. Он жил с женой и дочкой, вел обычное деревенское хозяйство. Скотина жила на заднем дворе в ревенчатых стайках, потому что зимы в этих местах бывают довольно холодными и снежными. Да и от блудного зверя надежно укрыто. Жена доила коров и управлялась по дому, а муж, когда был дома, ухаживал за скотом. Ни тигринная семья, ни семья людей даже не предполагали, что их дороги скоро пересекутся, да так, что одной из них придется выручать другую. И обе они будут бороться за жизнь самого маленького обитателя уссурийской тайги, маленького тигренка. И вот в одно морозное утро женщина, как обычно, пошла доить коров. Ночью все вокруг припорошило снегом. И вдруг она увидела здоровенные следы тигра, четко видимые на свежем снежном покрывале. И тут, возле стенки стайки, на снегу, она заметила небольшого тигренка. Он лежал и не шевелился, словно мертвый. Женщина стала с их фугом осматриваться по сторонам. Уж очень все было подозрительно. Следы огромные, а тигренок маленький и почти бездыханный. Значит, не сам он пришел, а сюда его принесла мать-тигрица. Вряд ли она бросила его просто так. И она ее увидела. Самка стояла довольно далеко, возле куста. Но ее рыжий силуэт был хорошо виден. Она даже не пряталась. Стояла спокойно, но как будто бы чего-то ждала, глядя на женщину. Женщина быстро вернулась в дом за мужем. Тот за карабин и они вдвоем за стайку. Остановились у лежащего тигренка и вновь посмотрели на тигрица. Она стояла на прежнем месте и ничего в ее внешнем виде не указывало на желание напасть на людей. Теперь было ясно, что самка притащила этого больного умирающего тигренка к людям и глазами просила, чтобы они помогли ее детенышу. Женщина осторожно взяла тигренка на руки. Тигрица стояла и не шевелилась, как будто она дожидалась именно этого момента. Никаких ран у малыша не было, но ноги у него были сильно ободраны и кровоточили. Шерсть свалялась и весь он был какой-то помятый и едва дышал. Тельце было очень худым. Видать, уже несколько дней он ничего не ел. Возможно, даже из-за боли в ногах. Малыша унесли в дом, обработали лапки и забинтовали. Напоили его теплым молоком. Прошло несколько дней. Как-то рано утром лесник вышел за ограду и вновь увидел тигрицу мать. Она никуда не уходила. Возможно, ночью она добывала себе пропитание. Ну а сейчас она была опять на том же месте и ждала. Внимательно поглядывала на человека. Лесник подумал, то надо бы как-то успокоить ее материнское сердце, что тигренок хоть и плох, но надежда всегда есть. Он тихо, чуть ли не шепотом произнес это в сторону тигрицы. Она смотрела и слушала человека очень внимательно и как будто все поняла. Через неделю тигренку стало намного лучше. Он уже открыл глаза и даже пытался подемногу рычать, когда ему меняли повязки. А вскоре он уже сам стал пить молоко и уговаривать его даже не надо было. Ласку от людей принимал, но всегда рычал и поэтому было непонятно, нравится это ему или нет. Стал узнавать бутылку с молоком и каждый раз смешно тянулся к ней. Лапы потихоньку заживали. А лесник каждый день выходил за ограду и говорил тигрице. Словно отчитывался, что все идет хорошо, тигренок поправляется и скоро вернется к матери. По позе, в которой спокойно лежала тигрица под идущим снегом, было понятно, что самка все понимает. Было видно, что она была совершенно спокойно, она просто ждала. А тигренок уже с удовольствием начал есть свежее мясо, мелко нарезанное хозяйкой. Урчал, уплетал за обе щеки, а потом бродил по дому, изучая новую для себя обстановку. Ноги постепенно заживали, кожа восстанавливалась. Дочь лесника тоже не оставляла тигренка без внимания, и он отвечал ей взаимностью. Но отец строго наказал ей, чтобы она не приучала его к себе, потому что жить этому зверенышу придется в лесу, а не среди людей. Как только он сможет ходить, его надо будет вернуть матери, а все остальное природа сделает уже сама. И вот наступил день, когда пришло время вернуть тигренка его матери. Женщина осторожно взяла малыша на руки и понесла, а лесник на всякий случай пошел сзади с карабином. Вышли за ограду и остановились, глядя на тигрицу. А та сразу же поднялась и как бы потянулась всем туловищем к людям. Она увидела, что у них на руках ее живой и здоровый тигренок, крутит головой по сторонам и жалобно урчит. Женщина сделала еще пару шагов, опустила малыша на снег и сразу же, не оглядываясь, пошла обратно к дому. Люди ушли, а тигрица быстро приблизилась и не отрывала своих глаз от своего родного детеныша. Ее радости не было предела. А малыш ее сразу же узнал. Только у него одного была такая ласковая мама. И они быстро пошли в лес. Ведь тайга – это их привычный родной дом. Мама тигрица была уже не молодой, но очень мудрой. И она откуда-то знала, что в чем-то человек намного сильнее тигра. И эта сила проявляется, когда кто-то в беде и нужна помощь. Если может, человек всегда поможет. И она не ошиблась, когда приняла решение пойти именно к этим добрым людям. Они помогли ее больному детенышу и ничего не требуя взамен. Вот такая интересная история произошла много лет назад с маленьким тигренком.